Всех приветствую, с вами Аня Грачевская и в эфире ваш любимый Ньюсбокс. Вот и началась новая бодрящая и уникальная неделя. Оставайтесь с нами, с нами всегда интересно. Начинаем новости. Как прошло празднование 12-летия группы каналов Ньюсбокс? Спой, светик, не стыдись, или отчетный новогодний концерт для Примадонны. Самое интересное об этом не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. На днях артисты-бизнесмены собрались в здание ювелирного дома Эстет для того, чтобы поздравить холдинг Ньюсбокс с днем рождения. Сочетались ли наряды звезд с цветом ковровой дорожки? Кто исполнил свои хиты? И почему все артисты мечтают о ротации на телеканале? Узнайте из репортажа Анастасии Коневой. Один из лучших музыкальных холдингов Мьюсбокс отпраздновал свое 12-летие в здании ювелирного завода Эстет. Самые прекрасные певицы бодро и весело шли по ковровой дорожке и собирали восторженные возгласы окружающих о своих грациозных походках и волшебном внешнем виде. И в то время как большинство их коллег по сцене мужского пола, естественно, предпочло нарядные смокинги. У нас сегодня такой замечательный праздник, день рождения нашего холдинга, дорогого Мьюсбокс. Вот давайте пару таких ласковых о нем. Я бы хотел сказать, что это 12-й год нашего канала. Мы видели, как этот канал процветает. Становится огромным. Имя настоящее в российском шоу-бизнесе. Хочу поздравить нашего канала. С процветанием. Я устал, хочу любви. Да так, чтоб наверх, а ты паришься. Рассказывайте, делитесь с нами, почему вы любите Russian Music Box? На самом деле это самая дружеская атмосфера. Это всегда приятные люди, которые встречают в любое время, когда ты приходишь на Russian Music Box. Это улыбки, внимание. Люблю от кончиков пальцев до макушки, потому что работают самые настоящие профессионалы. Очень хорошие душевные люди, что немаловажно. Это самый отфильтрованный канал, потому что там избранные клипы, там настоящие таланты. Там просто так туда не попадешь, если ты не одаренный Богом человек, они тебя не возьмут. Это чистый канал, это правдивый канал. Всегда включишь канал и бурю позитива получаешь от всех исполнителей. И вообще очень хороший канал по душе. Это качественно, во-вторых. Это всегда с поддержкой всего, что мы делаем. В-третьих, это друзья, уже друзья. Самый лучший подарок на заряжение для меня – это правильная компания. То есть неважно, где оказаться, это может быть совершенно спонтанная поездка, вылазка. Да и может быть просто дома. Главное, чтобы были рядом люди, с которыми я буду комфортно и хорошо себя чувствовать. Большое количество музыки, постоянно музыка. Мы там выступаем, мы там поем, там крутятся наши клипы, там интересно, много ведущих, с которыми прикольно можно провести прямые эфиры. Как можно не любить Russian Music Box? Очень крутой канал, очень энергичный, динамичный и постоянно вокруг себя собирает много людей. Но сегодня здесь – это моя семья. Это мои близкие, это мои друзья, те люди, которые находятся за кадром по ту сторону экрана. Я обожаю всех и каждого. День рождения – это один из самых любимых праздников для каждого человека. Несмотря на возраст, каждый ждет от этого события чего-то волшебного и особенного. Весь день именинника наполнен горой подарков, поздравлениями от любимых и близких, вкусным тортом, а также загадыванием желаний. Телеканалу Russian Music Box исполнилось только лишь 12 лет, но каких высот он уже смог достичь. У нас сегодня такой замечательный праздник, как 12-летие нашего телеканала. Вот, а все-таки лично для вас какой самый-самый хороший такой подарок на день рождей? Мне кажется, на день рождения телеканала самый лучший подарок – это крутые клипы и крутые песни. Вот мне хочется задарить вас, любимый Music Box, лучшими клипами, лучшими песнями. Буду стараться не подводить. На самом деле главное, чтобы в день рождения было здоровье. Чтобы было здоровье его пережить и еще встретить новые. В материальном плане я не могу сказать, что есть какие-то границы, но каждый год я себе загадываю какую-то цель и сама ее выполняю. Самый лучший подарок на день рождения – это то время, которое человек потратил, выбирая этот подарок. Потому что человек подумал о тебе, подумал, что тебе интересно, что ты любишь, что тебя интересует. И купил такой подарок – это ценно. А когда тебе подарили, я не знаю, какую-нибудь фигню, по которой видно, что ее уже дарят десятому человеку. Вот это неприятно. Если это день рождения телеканала, то это, конечно, присутствие артистов. Это, конечно, высокие рейтинги зрителей. Но они и так высокие, потому что вот сегодня был эфир и было огромное количество звонков. Было огромное количество вопросов в социальных сетях. Это глобус, который подарила мне мама, когда мне было лет, наверное, шесть. Я мечтал о пистолетике каком-нибудь или о машинке. Мне подарили глобус. Я думал, зачем? Это же бесполезная ерунда. Теперь этот глобус у меня стоит около кровати. Я каждый день любуюсь им. Он как ночник еще работает. Неважно, там часик или там айфон или что-то, машинка и все так дальше. Главное очень реально, чтобы был вокруг все твои друзья. Ты любила, ты любила, ты любила. Что-то необычное может быть. Вот когда мне подарили футбольную форму, например, уже с надписью саммитов и с номером, сколько мне было лет на тот момент, это было прикольно. Все-таки сегодня 12 лет нашему холдингу. Ну, то есть в этом возрасте дети уже там в школе учатся хорошо и романы, интрижки заводят. Вот, а лично для вас, какой самый лучший подарок был бы на день рождения? Любовь слушателя. Я бы, знаете, хотел, чтобы был мир во всем мире. Какое ваше вообще впечатление от нашего музыкального телеканала? Вообще, честно говоря, я давно смотрю, я люблю, вообще люблю музыку. И, честно говоря, я всегда под музыкой делаю мои украшения. Сладкая, 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 даю тебе заставка я. Для любого артиста, который ратируется на Russian Music Box, работники канала сравнимы с семьей. Именно поэтому на протяжении всего празднования музыканты преподнесли необычные подарки генеральному директору холдинга Music Box Наталье Полиновой и заполняли своими звонкими голосами здание эстета. Вы любите больше дарить или получать подарки? Я люблю больше дарить. Почему? Потому что я вижу, что люди получают удовольствие, что я угадала с подарком. И для меня это большее наслаждение, нежели получать подарки. Ну, наверное, дарить все-таки. Почему? Ну, потому что, когда даришь, получаешь положительные эмоции. Мне вот тоже нравится больше дарить, потому что, когда человеку даришь, он там принимает все там с визгами, писками. И это вот этот вот кусочек счастья, он просто несравнимый ни с чем. Должна быть какая-то золотая середина, получать тоже очень приятно. Да и дарить, в принципе, когда особенно любимому человеку там или близкому, да, ты радуешься за него, что ему очень приятно. Поэтому дарить тоже это очень важно. Ночь мне не до сна, не хочу домой, там не ждут меня. Подруга, ночь, ты не одна, вези меня туда, где танцы до утра. Я больше люблю дарить, однозначно. Я прям испытываю какое-то невероятное удовольствие, когда дарю человеку что-то. Я, я, видно, на все готово. А сами любите больше дарить подарки или получать? Получать, конечно. Честно, люблю получать больше подарки по одной простой причине. Реально для меня выбор подарка, это, это прям очень сложно. Вот я постоянно не знаю, что подарить, вот что нужно. Я постоянно как-то пытаюсь обходными путями узнать, там, у друзей, что подарить. Она не слышит, она заплачет, и я надену ее как золото еще. Праздничный концерт продолжался до глубокой ночи, сопровождаясь при этом танцами и тостами. Спасибо, Мьюзикбок, что дал мне 12 лет работать в этой замечательной компании. Спасибо всем вам. Вы мои самые лучшие близкие друзья. Я вас очень сильно люблю и ценю. Спасибо. Russian Music Box поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, счастья, любви, процветания. Как много, как можно больше хорошей музыки, замечательных новых артистов. Я в свою очередь тоже поздравляю группу каналов Russian Music Box и хочу им пожелать искренней, искренней, неподдельной любви зрительской, больших рейтингов, высоких. Ну и чтобы этот канал всегда оставался номер один, любви, позитива и успехов и удачи. Хочется поздравить замечательный телеканал, который всегда поддерживает не только уже устоявшихся артистов, гиперпопулярной со своей огромной аудиторией, но и поддерживает всегда начинающих артистов совершенно разных стилей. И это очень здорово. И за это, я считаю, каждый артист должен быть очень благодарен этому каналу. Конечно, я желаю самому любимому каналу развиваться, чтобы все задумки, которые и хотелки, все реализовали в следующем году. Я хочу, чтобы больше, ярче, круче, чтобы было обилие музыки. Во-первых, чтобы все продолжалось так же хорошо, как и сейчас. Любимый телеканал Russian Music Box от всей души, от всего сердца, от всех плюсов. Поздравляем вас с днем рождения и с наступающим Новым годом. Желаю процветания, как можно больше поклонников, зрителей и хорошей-хорошей, опять-таки, позитивной музыки. Желаю вам рейтинговых, крутых проектов, достойных, хороших артистов, артистов, которые всегда с благодарностью относятся к вашему труду. Ну и всего самого лучшего, что желают на день рождения и счастья. Я хочу пожелать, чтобы на Music Box были только самые преданные люди, самые любимые и самые настоящие друзья. Ученики мастерской эстрадного искусства Аллы Борисовны Пугачевой и Рицитал устроили своему любимому звездному педагогу новогодний подарок и сами подготовили концерт. Как Примадонна смогла сделать из обычных детей будущих народных артистов? Подробности в нашем следующем сюжете. В преддверии Нового года Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева провела вечер на праздничном концерте в мастерской эстрадного искусства для детей и юношества «Рекетл Клаб», которую она организовала несколько лет назад. Мой принцип был вот этой экспериментальной мастерской набрать людей, детей, у которых горят глаза от желания быть на сцене или спеть что-то, но у них нет никакой возможности. А я хотела доказать, что если ребенок очень хочет и занимается, то голосовой аппарат, он может сработать на то, чтобы появилась возможность техническая голосовая. ПЕСНЯ Алла Борисовна и Елена Север были приятно удивлены плодотворной работой всех участников концерта. Примадонна призналась в том, что процесс развития мастерской за три года проходил очень тяжело, ведь кроме воспитания детей нужно было отобрать квалифицированный преподавательский состав, который согласился бы с ее системой обучения. «Самое главное здесь – это индивидуальный подход, чтобы не подражать кому-то, а чтобы выделить свое индивидуальное. Нет, ребенок должен быть в органике, он не должен никому подражать. Даже если кому-то не нравится, оставайся таким, как есть и убеди в том, что так должно быть. Это самое сложное». Перед выступлением каждый ученик обязательно должен выполнять законы Аллы Борисовны, среди которых самым важным является уважение слушателя. На наш взгляд, у детей с этим все в порядке. «Мне есть чем гордиться». «Они замечательные». «Да-да, они вот три года работы, и они самостоятельную работу сделают, как настоящий артист». Акция «Купи билет на концерт Стаса Михайлова и получи автомобиль. Самый крутой рэп-фестиваль». Об этом расскажем вам завтра в 19.00. Не пропустите. На этом все. Мне остается только напомнить вам чаще заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и в Фейсбуке, а также лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами была Аня Грачевская. Всем мир! Пусть новая неделя будет насыщенной и плодотворной. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!